Автопробег «Тотального диктанта», стартовавший 24 марта от Стенного Сибирского государственного университета, добрался до Владивостока. Всего автомобили с организаторами и экспертами диктанта на борту преодолели около 6 тысяч километров по дорогам России. Они посетили Красноярск, Нижний Удинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Белогорск и Хабаровск. Этот пробег стал на самом деле такой яркой точкой, ярким завершением подготовки к «Тотальному диктанту». Он очень вдохновил и нас, и городские команды. И финал пробега «Владивосток» – это, конечно, самая яркая точка. Мы очень рады, что нас встречает такой прекрасной погодой. Город действительно восхитительный, и Владивосток по праву, по достоинству получил статус столицы «Тотального диктанта». Участники акции провели митинг на центральной площади Владивостока. Здесь они пообщались с жителями приморской столицы, а также рассекретили несколько сложных слов, которые встретятся в тексте «Тотального диктанта». Среди них такие слова, как «наличник», «зенит», «шалопай», «лоханка», «циферблат», «полисадник», «сомнамбула» и «вперемешку». Любой желающий мог проверить свое знание русского языка, как письменно, так и устно. Сейчас у нас были очень жаркие споры по поводу этих слов. Например, как правильно писать «вперемешку» или «вперемешку», «ш» или «же» использовать. И оказалось, что и то, и то слово существует, и нужно смотреть из контекста. На пресс-конференции, посвященной итогам автопробега, участники поделились своими впечатлениями от «Тотального путешествия». Показали видеоролик, в котором запечатлен маршрут от старта до финиша. Сообщили, что почти собрали большой текст про свой автопробег на отечественных автомобилях, который состоит из рассказов жителей городов, через которые лежал путь. Осталось только собрать записи от владивостокцев. Жители Владивостока текст пока не писали. Вот сегодня в 5 часов будет лекция Натальи Борисовны. После этого мы предложим слушателям лекции написать кусочки. Организаторы также напомнили, что в Приморье будут работать более 40 площадок. В основном это школы, университеты и библиотеки. Из нестандартных – площадка Приморского океанариума, Краевой филармонии. Главной площадкой «Тотального диктанта» станет Дальневосточный федеральный университет. По предварительным данным, диктант напишут около 3000 горожан только во Владивостоке. И «Тотальным диктантом» мы стремимся и мотивировать на изучение русского языка, и дать возможность любую для повышения постоянного уровня грамотности. Не только 14 апреля, но и каждый день в году. А 14 апреля – это будет огромный праздник русского языка, который начнется во Владивостоке, прошагает по всей планете. Четырем городам, которые вышли в финал проекта, но не стали столицей диктанта, обещали в качестве призов участие медийных персон. Руководитель проекта Ольга Рябковец сообщила, что среди них телеведущий Михаил Шац, участник шоу «Студия Союз» Виктор Щетков, поэтесса Ирина Астахова, актер Виктор Сухоруков. Во Владивостоке 14 апреля в атриуме Дальневосточного федерального университета текст будет диктовать автор Гузель Яхина. Тестом для проверки грамотности станет отрывок из ее романа «Дети мои». Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые она прошла в 2004 году в Новосибирске. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.